welcome 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 дорогие друзья если вы сюда пришли значит вы хотите посмотреть изменение обновлений 12.4 те самые которые райты выпустили сегодня ночью и соответственно новый патч и новые надежды почему новые надежды потому что райты две вещи меняют первое это добавляет нового чемпиона в лигу легенд рената глазк хим баронесса правда она появится какого-то числа написано 18 февраля то бишь два дня поиграем без нее ну и соответственно мета начнет сильно меняться на бот-лэйне на мид-лэйне и вообще под нее потому что вы знаете у него уникальная ульта которая заставляет вас атаковать друг друга ну и как обычно с новым выходом чемпиона куча новых багов будет поэтому ждем надеемся на веселые моменты из солоку помимо рената глазка райты еще решили кое-что поменять с золото обработка я сразу промотаю туда потом про чемпионов поговорим потому что это более важная тема система вы знаете что сейчас есть стратегия с саппортами на топе со смайтом с медленерами саппортами 2 саппорт у вас команде получалось и даже на простыне люди это использовали та же самая команда cloud9 по моему это еще в лпл использовали вроде в других регионах такую стратегию я не замечал но что же интересного а интересно то что помимо фарма про который я рассказывал в предыдущем ролике что райт геймсовская система должна была вроде как учитывать фактическое золото твоя команда фактическая сколько ты отстаешь по золоту и давать сопернику камбэк золото то есть вы например лидируете 3000 танк 15 минуте камбэк золото нельзя давать лидерте 5000 надо давать золото на восстановление отставания также должны были учитывать драконов то райтская система была очень некорректно и вот в чем была ее некорректность ра это сами признают оказывается что второй предмет или третий или 4 или 5 если бы вы их собрали 5 саппортерский предмет который дает дополнительное золото здесь так и написано дающие золото а система его не считала за предмет мало того что она не считала что человек потратил деньги на этот предмет так еще она не учитывала сколько золота он зарабатывает потому что система автоматически считала что есть саппорт только один и он снизу сидит и вот он единственный кто должен быть учитан а так как у вас появлялся один игрок который по какой-то причине тоже не фармится это первое по какой-то причине без золота это второе то система считала что просто но в очень очень сильно проигрывать по золоту и даже учитывая что вы проигрывали вроде всего лишь 3000 но система видела что нет саппортерского предмета это 1000 золота нет заработанных денег с этого саппортерского предмета это еще 1000 золота и вот они автоматически давали камбэк золото надеюсь я все доходчиво объяснил так вот теперь этого не будет теперь будет все корректно считываться и райт и не добавили вещи что нельзя собирать два саппортерских предмета они разобрались вот предметы которые называются древний щит стальные наплечники призрачный серп и клинок похитителя магии но короче четыре саппортерских предмета их можно иметь теперь два в команду ничего не запрещено просто теперь будет работать система корректно райты нашли проблему главную если будет 2 саппортерский предмет и его будет система учитывать и все 2 вероятность активация значительно снижается если в команде больше одного предмета дающего золото я вот это не понял фразу что значит вероятность активации бонуса а потому что но вероятность это обычно подброс монетки да то есть если мы от стоим 5000 золота у нас два саппортерских предметов что иногда монетка подбросится и система такая ну как бы нам больше сегодня в казино вы не выиграли потому что он это как-то странно расписано потому что изначально райты на пбе тестировали систему при которой при двух саппортерских предметах она вообще включаться не будет вот и все если у вас два саппортерских предмета сами виноваты что отстаете по золоту не надо быть идиотами помните да не про это писали но они поняли что это будет некорректно поэтому я и вот эту тему не понял ну и третье что они меняют это учет штрафа за убийство миньонов что это за штраф за убийство миньонов этот чемпион получает меньше золота если убивает как минимум по 4 миньона в минуту было раньше теперь по 2 миньона в минуту до 5 минуты и 4 миньона в минуту после этого бла-бла-бла это опять же касается саппортов чтобы саппорты не могли иметь саппортерский предмет и при этом еще фармиться на линии теперь это число гораздо меньше сделают по 2 миньона в минуту то есть больше 2 миньонов в минуту есть убиваешь у тебя включается эта система что ты воришка а я нельзя так делать и еще раз чтобы вы понимали это не касается ближнебойных предметов которые дают золото когда ты добиваешь крипа ты добиваешь крипа это не учитывается только то что ты сам выфармливаешь и это касается только миньонов лесные крипы их все еще можно они монстра называется все еще можно фармить если даже ты саппорт можешь пойти за зайру за бренда быстренько там обворовать лес оппонента либо обворовать своего лесника как это часто бывает моей команде на четвертый пункт про это все же было на пбе написано это так и осталось 15 секунд был раньше откат камбэк золота то есть если у вас включилась фишка что вы попали в лотерею можете теперь деньги назад восстанавливать как только вы убиваете объект через 15 секунд только эта табличка пропадала теперь она будет пропадать через 5 секунд у вас мало будет времени чтобы еще один второй объект допустим забрать сами райты тоже признаюсь уж слишком большое они время здесь вытянули иногда получалось так что команда проигрывающий по золоту в один момент становилась команды которые выигрывают уже по золоту так конечно не должно было быть и так не было задумано ну а теперь когда мы разобрались этой системой надеюсь все понятно если кому непонятно перечитаете или скажете как обычно с вами опять читать не умеет я и не говорю что я умею читать возвращаемся к чемпионам и их изменениям здесь некоторые чемпионы проходные например такие как а тракс а тракс получил или а тракс получил себе усиление на его кушку плюс 10 процентов ура товарищи что такое плюс 10 процентов урон от лезвия клинка скрещивайся от а.д. вот и все будет ли от этого тракс супер сильнее нет конечно но обычно в такие моменты даже иногда бывает что винрейт падает чемпиона потому что появляется его немножко популярность хотя трак сам по себе не особо популярен так что я думаю его винрейт чуть-чуть возрастет на каких-то пол шишечки и никто этого не почувствует кроме хошиншина который будет абсолютно доволен а вот тому почувствовал что базовую его ешка была ослаблена в предыдущем патче сами райты пишут что они расстроили о маму и поэтому решили его вернуть откатили назад в общем то то же самое что они отобрали у них в предыдущем патче и откатили назад я про это уже говорил в предыдущем видео они тогда сделали три нерфа у амуму одновременно три разных пункта и ешка была в том числе и помните у нее там минус армор минус хп минус ешка я сказал что надо было просто давать минус армор минус хп оставляя ешку и как оказалось я был прав мара это если что я свободен я могу работать на вас заниматься пп сервером мне нравится я бы баланс сделал казикс бы пентакилы снова начал делать ладно эвелинка на самом деле старая велинку повернул ребят инвиз с первого уровня вот что я бы вернул в первую очередь ладно все шутки но на самом деле они действительно откатывать назад ешку и верну ведра и тому мы думаю вернется на круги свои потому что сейчас у него 47 там или 48 сколько мы там смотрели предыдущем видео с долго пытался понять что здесь за число написано здесь написано 1600 такая была скорость стрелы теперь будет 1500 но при этом за каждую секунду полета дальность соответственно она будет увеличиваться скорость и будет добираться до 2100 это означает что теперь можно быть дальние ульты аши кидать ближние ульты будут даже медленнее чем раньше и будет легче реагировать именно на самой линии но если человек например кидает ее со своей базы будет уже тяжело реагирует потому что скорость 2100 если правильно помню это выше чем скорость из реалевской ульты а попробуйте даже от и за ульты увернуться но у джина например 4000 скорость кто не знает чтобы понимали джинновский выстрел 4000 так что в два раза медленнее чем джинновский выстрел но при этом это на 70 процентов до выше скорость чем была предыдущая но это на максимальном рейнджа конечно же будет ли это влияет на игру частично конечно да бритскран к отобрали восстановление здоровья единичку не знаю зачем обычно когда такие вещи делают это связано с тем что он в лесу как-то обузится либо на топе как-то стоит там пересустренивается слишком сильно обычно вот это вот восстановление здоровья не убирают у саппортов потому что ну в этом нет никакого смысла это ни на что не влияет поэтому мне совершенно не ясно зачем они это сделали видимо кого-то и в прайд геймс обидел близкран хуканул несколько раз и он такой блин я его полка полка у него фуха п осталось надо резать регенерацию и кое-что там потом еще расскажу на доктор мунда этот чемпион взлетел по винрейту именно из-за того что все брузеры как вы знаете из-за их брузерных новых предметов начали получать себе только хп плюс не а.д. как это было раньше из-за этого мунда немножко взлетел по винрейту и райта его решили тут же при струнить просто сил атаки ему чуть-чуть уменьшили общая сила атаки на теперь на первых уровнях тоже что и было вот в конце минус 12 и откаты вульты теперь не 90 секунд будет на последнем уровне а те же 110 что и на первом уровне кдр если собираете будет уменьшаться как и положено и усиление идет и ловой я думаю это прям связано с мунда потому что его вообще прямая контракт к нему им хотелось как-то так сделать чтобы хоть кто-то мог его убить прям конкретно то он что-то там доминирует всех кого хочет ну и плюс он кстати еще в лесу не так уж слаб но вот и ловой скорость атаки добавили у него винрей час 48 процентов и не больше и помимо скорости атаки добавили немножко дэмэджи на ее w причем забавно что эти же цифры вот ровно эти же цифры сами райты забирали у нее где-то в патче 11 сезона каком-то там патче говорят даже 47 винрейт у и ловой станут был патчик не написано в каком патче не забирали то там что-то было 11.8 в летом они забрали у нее 4 процента до двух еще сказал это сильно ударит по ее винрейта так произошло и вот теперь ее вернули назад это было кстати связано с тем что тогда и ловой играла с рывковым предметом который потом понерфили а и ловой в итоге осталось и без предмета и без своей w но утра это не наконец-то вспомнили к листа на плюс 3 армора я не совсем понимаю что это они просто решили воскресить адекере про которого все забыли плюс 3 армора это очень много броня плюс 3 это порядка пяти процентов понижение урона от авто атак уже на линии она будет иметь люциан получил себе затраты маны выше на кушку сильно это не повлияет потому что было 50 стала или уменьшили подождите не уменьшили прошу прощения было 50 стала 48 но это все на не повлияет на максим где там будет минус 10 это ерунда вообще не то заклинание за которого стоит переживать если бы там у аши там кушку ее допустим поменяли или и дабы тогда до чаще гораздо спаме чем лица англитс он спамит все заклинания надо все заклинания тогда делать меньше затраты маны и вот это вот очень удивительно что нами решили они усилить усиление нами идет аккуратненько плюс пятерочку на ее ешку добавили и силами не осталось прежней просто ешь к станет теперь на 5 урона больше давать вашему союзнику не знаю зачем у нами пом все в порядке может быть просто хотят чуть-чуть приподнять ей винрейта может тарает и что-то знают о каких-то комбинациях и нами например является где-то небольшой контроль именно как к листе и чтобы к листу не было слишком сильный винрейт ее таким образом они собирается понизить я уже додумываю не к да у нас есть еще это чемпионы кто не забыл чемпион которого ра это выпускали под эгидой великолепного медлейнера в итоге этот чемпион играл первые деньки только на топе потом мы люди осознали что у нее невероятно сильная авто атака и играли ее долго на топе и в лесу потом рай это ослабили чуть-чуть пассивку автоатаки она начала играть только надо кире потом рай ты вообще убрали пассивку с ее авто атака и и на начале наконец играть на медлайне но там она толком не прижилась это была какая-то слабая версия лисандры то есть лисандра в сотни раз полезнее чем ника и вот сейчас ее пытается воскресить хитбокс по ней заклинание теперь будет тяжелее попасть я честно не уверен что она сейчас не является ли самой тонкой в игре было 80 ее толщина стала 65 так что она похудела сбросила немножко веса взрывное цветение будет наносить теперь больше урона на двадцатку правда на замакшенном так будет все тот же самый урон и соответственно это только взрыв понимаете да не первая кушка 2 там же взрыв идет еще и ее w будет меньше откат это убегание как раз таки то чего и не хватает потому что и очень часто гангуют у лисандр как раз такие же цифры на это заклинание но лисандра и ешка который позволяет ей убегать это еще и урон а уника это просто пассивка была на автоатаку раньше а сейчас это просто хрень которая позволяет ей стать на секундочку невидимой и все но люди видят куда она бежит потому что твоя копия бежит в противоположную сторону от тебя ну и тут еще расписано что будет видно кого вы взяли и чтобы вы не путали заклинаниями а вашими микрея не будет вам вас сбивать с толку но это не особо важно но на и виллу здесь такая старая ты написали правильно потому что кто не знает райты выкладывали в табличке какие будут исправления в этом патче и там было написано ну ну и вильям и многие люди улыбались кто такой вильям и почему но но сидит на вильяме почему виллом побросили но в итоге виллом повернулся ребят и виллом по отобрали хп минус 102 даже получается к 18 уровню и ослабили его лечение с кушки очень сильно кстати говоря а лесом все еще будет хорошо отыгрывать просто теперь он не будет кусаться так что ты будешь охреневать происходящего и задаваться вопросом а я вообще могу его пробить пока у меня не отрезалки от хила или как потому что раньше было 72 от сил умений теперь 54 6 от здоровья стала было 8 и при этом было лечение 172 теперь будет 129 это если кушка замакшена так что сильно этот показатель ослабили но как лесником все еще будет очень силен ведь его цель это с w кататься от одной точки к другой а вот лечиться теперь и в дуэлях он будет проигрывать часто и поэтому райта решает киану ослабить не знаю с чем это связано просто киану решили ослабить насколько на 10 процентов ее пассивную дополнительный урон я не знаю зачем мне кажется киана не является сейчас каким-то супер сильным чемпионом она не крутой мид лейнер не супер лесник обычный абсолютно мид лейнер ничем не лучше не хуже талона зэда и в лесу у нее даже похуже будет житуха чему большинство этих леталити чемпионов но пока я это все рассказывал мы перешли уже к рамблу у которого было 31 броня а стала 36 это плюс 5 кто-то сказал вы колесе даете плюс 3 а я рамблу даю плюс 5 я чисто прямо у райтов там так и было переговорный знаете у каждого свой чемпионок таскал давайте к листу забав и найти хотя бы и плюс 3 армора раз ей плюс 3 армора тогда рамблу плюс 5 армора ну и хрен с вами да давайте обоим дадим бонусы но рамбла я защищу он был лесником весь сезон и из-за этого получил куча нервов сначала мы ослабили ульту потом мы ослабили ульту второй раз потом ослабили предметы которые он собирал потом ослабили ему его w потом ему ослабили его кушку и ешку усилили я помню в конце не ешку усилие но из-за этого не вернулся на линию он никуда не вернулся он просто умер как чемпион и райты решили воскресить его начав с брони а дальше посмотрим если броня не вернет его к жизни то будут постепенно восстанавливать заклинание но так чтобы он случайно не вернулся снова как супер лесник в лигу легенд с эту добавили хп вот у одного отобрали но баланс найти гармония у ну ну отобрали зато с эту добавили теперь мы знаем с кем бухал но ну примерно то же самое число кстати 119 добавили того 102 отняли здесь 119 давай зачем видимо сейчас не такой сильный чемпион поэтому решили вы усилить в игры вот это вот и уже поинтереснее потому что вы игр на реальная машина и по описанию смотришь о и какое понижение броню отобрали перезарядку ешки уменьшили но если мы задумаемся с вами то это лейтгейм чемпион всегда был и он не должен быть карателем на в сулаку на соло линии он не должен быть супер карателем как саппорт это с килищести аля насос или там трендомир чемпион хотя трендомир всех убивает час кстати почему трендомир они нарфит не знаю минус броня но при этом прирост увеличили и в итоге у нее даже больше брони чем было раньше на 18 уровне и его ешка в начале игры 18 секунд превратили в 20 а если вы ее замок сети она будет 12 секунд как и раньше то есть ничего общей не тронули в игра даже и некотором роде его усилили но хотя звучит что жесткое ослабление и там ошибка она не особо важно там просто некорректно указывала иногда сколько кушка раз попала за и усиливают коэффициент прироста критов от ешки напоминаю что они в один момент опустили это число до 04 но до 40 процентов теперь будет 75 процентов и больше урона за каждый один процент шанс крита это на самом деле я тогда говорил если я правильно помню это где-то было месяцев шесть-семь назад когда они с 04 до 0 5 увеличили искал это ни на что не повлияет но за я в том патче поменяла винрейт 49 процентов до 52 и я боюсь что сейчас произойдет правда надо 52 поднялась а потом резко опустилась но опустилась потому что ее леталити билд перестал работать из-за того что предмет в один момент но через патч ослабили но это не ее касалось это касалось вообще всех леталить предметов и там эталона это задело и казикс помните и ее тот леталити билд перестала работать и пришлось возвращаться к ее стандартным крит билду без пушинки а вот сейчас не знаю насколько этот рывок может произойти но рай там виднее на данный момент у за и слышали всего лишь 47 с половиной процентов винрейт думаю ошибиться здесь сложно хотя я бы аккуратнее все на дело не давал бы 25 процентов отдал бы сначала 06 если не хватит тогда можно уже и 07 а если и там не хватит можно уже или тогда как это обычно бывает очень длинное описание узели очень очень длинная еще раз извиняюсь перед всеми что я неправильно проанализировал выпуск чемпиона рай ты тоже видимо неправильно проанализировали и делают маленький реворка и и прямо вот здесь до прошло всего шесть недель с появления за репом 6 до может быть даже кстати только 4 ира это уже делают маленький реворк все абсолютно заклинания получили изменения правда они остаются все теми же как и были просто цифры все поменены я не буду тут каждое число зачитывать просто скажу в чем идея рай ты не хотят видеть брузерный билд на зере они хотят видеть криты со скоростью атаки теперь от скорости атаки открытов у нее больше бонусов чем было раньше от состояния у нее меньше бонусов вот и вся история все остальное тут сами зачитывайте паузу нажимайте либо заходите на официал перечитывать из кому интересны конкретные цифры и мы переходим к самому печальному событию сегодняшнего выпуска это подорожание ребят в секс-шоп товаров анальный шарик цена со 150 150 рублей стоило анальный шарик теперь 300 рублей стоит это все запад запад повлиял правда базовое становление теперь будет не 50 процентов а сто процентов а цена при продаже будет не 105 золота а 120 ну и тут вы должны сразу автоматически понять что нас на е боли боли есть такой город и общая стоимость раньше было 150 мы продавали за 105 теряли 45 золота зато получали великолепный предмет на очень долгую жизнь на топе так играли даже трендомиры с тремя анальными шариками гаррины уркут и иногда выходили много чемпионов просто покупали на 450 золота этого всего теперь же эта штука стоит 300 золота дает больше конечно регенерации это все круто но продавать ее теперь невыгодно и старый билд который существовал и ребят со времен дарья на еще дарьян играл с тремя анальными шариками на линии его больше нет тогда анальный шарик продастил 125 золота если правильно помню цену его уже увеличивали однажды до 150 но все но был самый gold эффектив предмет в игре потому что он давал наибольший бонус за наименьшее золото а теперь он будет 300 золота стоит это столько же сколько стоит рубаха который дает 10 армора и тут уже дилемма либо взять 10 армора и уменьшать по себе входящий урон довольно крепко так а либо вот получить регенерацию увеличенную в сто процентов ну и продать ты уже назад его не сможешь то есть надо будет думать о том что ты потеряешь 180 золота на ветер выкинешь это уже тоже так не особо выгодно ну и соответственно все предметы которые с ним собираются цены у них уменьшились общая стоимость уменьшилась но на самом деле общая стоимость осталась прежняя от всего предмета а вот у заживляющей бусинки плюс что-то вот теперь цена по-другому будет рассчитывать но понятное дело это связано с тем что цена увеличилась на него но зато общая стоимость самого предмета осталось прежнее здесь не волнуйтесь они там на рецепте сэкономили райты но я крайне немножко разочарован потому что я честно не видел какого-то абуза может быть я пропустил парочку чемпионатов вот пока был в отпуске и за эту две недели были какие-то чемпионаты где люди обузили этот предмет максимальные райтам это не понравилось и таки все хватит это терпеть мы убрали предыдущие все эти предметы по 100 золота и пора этот предмет тоже покарать но отказаться от нее нельзя потому что анальный шарик он должен быть в лиге легенд иначе как мы будем закрываться того что происходит ну и да нас тут еще ждут турниры на этой неделе clash потом будет clash уже 5 6 марта и так далее подожди надо все верно clash 19 20 это на этой неделе и потом 5 6 марта еще один clash турнир райты будут их выпускать и там какие-то супер награды потому что каждый clash турнир будет своего региона правда я не знаю с чем это будет связано просто решил вам про это рассказать ну что ждем ренату литвинову потому что без ренаты скучно было в лиге легенд теперь мы сможем своими ультами ренаты убивать своих же собственных союзников заставляя их убивать друг друга и наоборот напоминаю что она будет действовать как на своих так и на чужих есть вы можете заставить всех бить всех рената командующие точнее на адмирал глазк такая она красивая деваха ставьте лайки подписывайтесь на канал чтобы ничего не пропустить надеюсь я в этот раз сумел все прочитать без ошибок если нет то пишите человек там опять прочитала криво всем пока